Этот мусорный полигон в Рыбновском районе для жителей близлежащих сел костью в горле стоит с момента открытия. Об их сложных взаимоотношениях с местными властями и хозяином свалки наша телекомпания уже рассказывала несколько лет назад. Тогда, после приезда природоохранной прокуратуры, вроде бы полигон привели в соответствие, но ненадолго. Свою тихую ненависть к бесконтрольному, по их мнению, свалу отходов сельские активисты сначала намеревались погасить в суде. И Фемида ограничила собственников в полномочиях. Пищевые отходы здесь размещать запретили, но спустя год все возобновилось. Причем в еще больших объемах. Как утверждают местные жители, мусор везут из Москвы. Почему Москва свои проблемы решает за счет других регионов, когда Рязань сама не знает, что делать со своим мусором? Я даже писал в мэрию Москвы, лично Собянину. Вот буквально сегодня мне пришел ответ, что у них нет возможности все захоранивать там у себя. Поэтому они везут к нам. Также привели в пример, что они везут в Калужскую область. Там создан мощный мусороперерабатывающий центр, в который, как известно, Москва вложила очень много денег, помогла им построить. Но так прежде, чем везти мусор в Рязань, они могли бы и тут выделить деньги, построить такой же мощный перерабатывающий центр для переработки мусора и только потом везти. Визуально все выглядит законно. Все прибывающие мусоровозы с рязанскими номерами. Но идут-то они со стороны Москвы. Еще раз, с рязанскими номерами. А значит и мусор тамошний решили активисты. Своя версия появления номеров 62-го региона на этих грузовиках у неравнодушных, конечно, есть. Изначально, когда эти машины, вот все, которые перечислены, машины у меня были, там 7 транспортных средств, они были с московскими номерами, то есть с регионом 790. То есть для того, чтобы не было какого-то резонанса от жителей ближайших сел, то есть как бы видят, что московские номера, соответственно, недовольство, чтобы это как-то не выражалось, то есть дано было указание перерегистрировать данные транспортные средства на рязанский регион, то есть на 62-й регион. Поэтому как бы жители видят якобы 62-й регион, рязанский, то бишь наш мусор, ну как бы да, и некоторые с этим как бы смиряются. Смирение не для гражданских активистов. Для окончательной идентификации грузовиков оказалось дедукцией пользоваться вовсе не обязательно. Достаточно было просто проследить маршрут одной из машин и поговорить с водителем. Ну, то есть провести настоящее расследование. Непосредственно нами, а именно мной, было проследовано за данным транспортным средствами до города Москвы, до Южно-Портовой улицы, где непосредственно находится полигон, где данные транспортные средства загружаются и везутся на полигон Рыбинского района. Также непосредственно водителям мне было сказано, что большое количество твердых бытовых отходов от населения находятся и пищевые отходы, так как идет просрочка. Водитель мне рассказал, что свозят туда практически машины. Если действительно это московский мусор, то как же быть вот с этим заявлением губернатора в сентябре 2019 года? Неужели они его не слышали? Мы ни с кем не заключали никаких соглашений на подбор, скажем так, московского мусора здесь в Рязани. И не собираемся этого делать. Нам потому что необходимо решать свои вопросы в первую очередь и других пока возможностей у нас нет. Судя по тому, как ловко они манипулируют автомобильными номерами, столичный мусор свозят в Рыбиновский район все-таки без ведома властей. Правда, удивительно. А тут еще в соцсети запустили вот это фото, где в графе «разрешенное использование» вписано для размещения хранилищ радиоактивных отходов. Серьезно? Нам пока в этой истории ясно одно. Нужно разбираться детальнее. Чем и займемся. Тем более, что этим делом уже занялась прокуратура. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».